Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что у нас есть определенные нормы, врачебная этика, врачебная тайна. Но вместе с тем пространство, где отказываются действовать врачи, заполняется банальными шарлатанами-мошенниками, которые поднаторели в саморекламе и только рады наживаться на страхе и любопытстве людей. Это констатация факта. Пропасть между заинтересованностью пациентов и молчанием врачей помогает преодолеть разве что особая группа, охватывающая оба эти два мира. Это врачи, которые также страдают от незначимых заболеваний. Мы знаем и ездим, и это авторитетнейшая международная организация, ассоциация клинических онкологов американская. У них есть пациентский сайт. И есть человек, Кимберли Эллисон. Я потом расскажу, кто это такая. Она пишет, что есть член вашей врачебной мультидисциплинарной команды, которая играет жизненно важную роль в диагностике и лечении опухоли, которая была обнаружена у вас, и с которой вы, возможно, никогда не встретитесь лицом к лицу. Это патологоанатом. Патологоанатом – это врач, который анализирует образцы тканей, взятые во время операции или биопсии, чтобы поставить диагноз. Я тоже патологоанатом. Нас редко действительно видят пациенты. Кто такая Кимберли Эллисон? Это эксперт АСКО и Всемирной Организации Здравоохранения. Она автор и савтор всех последних рекомендаций по тестированию при раке молочной железы. А также директор отделения патологии молочной железы Стэнфордского университета. Это ее личная история. Да, она, автор, также написала книгу о том, как она преодолела рак в третьей стадии. Вот что она пишет. «Когда мне поставили диагноз рак, я была в ужасе. Мне было 33 года, и я только что родила второго ребенка. И вместо того, чтобы думать, что собрать в ланчбок дочери дошкольницы, я думала о том, смогу ли я увидеть ее выпускной вечер на следующий год. Хотя у меня не было чувства безопасности в отношении моего будущего, я считала себя невероятно счастливой. В отличие от многих пациентов, со мной диагностированным онкологическим заболеванием, мне было комфортно, так как я много знала о своем диагнозе. И в плане лечения. Я патологоанатом, специализирующийся на диагностике рака молочной железы. И у меня самой такой же диагноз. Итак, первое, что бы я хотела знать, что же такое патология. И я бы тут хотела немножечко, может быть занудно, но объяснить прежде всего врачам и пациентам, что у нас есть два типа исследований. Это гистологические и цитологические. Отличаются они принципиально. Да, гистологические. Они оба инвазивные, но гистологически исследуют кусочек ткани. Цитологически берет аспират тонкой иглой. Как это выглядит под микроскопом? Гистология у нас слева, цитология справа. Здесь мы видим отдельные клетки. В гистологии мы видим, как это собрано в опухоли, в срезе. Методика забора разная. Гистология нуждается в заборе кусочка опухоли. Внизу, в нижней части экрана, это игла, с помощью которой забирается инвазивным образом опухоль. Это вот такой вот червячок, который укладывается в специальную кассету. И все непременнейшие требования помещения этого кусочка не в спирт, не в физраствор, не просто в сухой объем, а именно непременно в нейтральной забуферной форме. Почему я об этом очень подробно рассказываю? Объем фиксирующей жидкости должен превышать в 20 раз. И фиксация должна происходить образца 24 часа. Это критически важные моменты для всех последующих манипуляций с вашим материалом. Это должны знать онкологи, хирурги и пациенты. Это принципиально важный момент. Правильная фиксация. Следующая история. Как этот кусочек, этот червячок доходит до конечной стадии. Происходит это с помощью так называемой гистологической правоподготовки. Это дегидроцация в спиртах восходящей концентрации, замещение спирта ксилолом и замещение ксилола в парафином. Длительность в зависимости от толщины кусочка от 6, от 3 до 16 часов. Следующее. Вот этот вот кусочек, вот этот вот червячок заливается в блоки с помощью вот такой вот специальной заливочной машинки и превращается в блок. Доведение до блока, это есть принципиальный критический момент в нашем исследовании. Дальше микротомия и окрашивание требуют еще сутки. В итоге мы получаем вот такую вот красивую панель. Какие преимущества? Гистология позволяет определить распространенность опухоли и ее основные характеристики. Очень важный момент позволяет архивировать материал. Например, в институте хранится материал с 1926 года с момента основания. Это большая научная история. Цитологический материал – это материал первичной диагностики. Он может быть использован для скрининга. И его простота и дешевизна, получение этого материала, в общем, это его основное преимущество. Какие недостатки? Долго, дорого и отсутствие понимания необходимости качественной гистологии. На всех уровнях, начиная с уровня человека, который берет материал, онкологически предположительно, и может этим материалом пренебречь, не положить его в фиксирующую жидкость, а положить куда-нибудь, заканчивая, в общем-то, уровнем принятия решений наверху, да, у главных врачей. Цитология – замечательный метод первичной диагностики. Дальше он никуда не идет. Итак, о чем же говорится в моем заключении? Два маленьких примерчика. Как правило, пациент получает вот такое вот заключение, например, из нашего института. Инвазивная, неспецифизированная карцинома, молочные железы, NG2, 1,9 см в наибольшем измерении, с лимфобаскулярной инвазией. Внутри протоковый компонент, криброзного типа с фокусами комедонекроза. Края резекции вне опухоли, минимальное расстояние до края резекции 4 мм, метастазов – один из 11 лимфоузлов. Эстрогены – 100% 5 плюс 3, пергестероны – 4 плюс 3, 7 баллов, КИ67 – 15%, ХЕР2 – 2 плюс, а метастаз в акселярном лимфатическом мысли имеет аналогичный фенотип первичной опухоли. Статус гена ХЕР2 не амплифицирован. Постараюсь проиллюстрировать, что такое G2. Это степень гистологической злокачности. Вот мы справа, да, образование железистых структур, полиморфизм ядер, методический индекс. Когда мы собираем 3 этих компонента, у нас получается сумма 3, 2, 2, меньше 8, значит, вторая градация. На первой картинке слева я сделала, так сказать, линейные размеры опухоли в наибольшем измерении. Она позволяет нам статировать опухоли в категории протяженности Т1. И сверху маленький кусочек – это метастаз, да, в акселярный лимфоузел. Мы для того, чтобы нам правильно исследовать статус маркеров биологических для подбора правильной терапии, мы делаем такие вещи на одном стекле. Это первичный опухоль сверху, внизу метастаз, покрашенный эстрогенами. Чтобы это было видно ближе, под микроскопом, эстрогены 5 плюс 3, 100%, 8 баллов. И в метастазе аналогичный фенотип. Эстрогены, прогестероны, тут ошибочно, 65-70%, опечатка, 4 плюс 3 в первичной опухоли, в метастазе столько же. И в общем, это все хорошо. Метастаз равен первичной опухоли ХЕР-2. Это маркер, который определяется для назначения или не назначения специальной таргетной терапии. Вот так вот он выглядит на два креста. Сверхэкспрессия белка неопределенная, что на уровне первичной опухоли, что в метастазе. Когда мы получаем неопределенный уровень ХЕР-2, мы должны сделать фиш-исследование. Это исследование гена и его, так сказать, его центромерного, его, так сказать, координирующего участка. То есть то, кого мы сравниваем. Это центромерный участок 17-й хромосомы. В итоге мы видим число зеленых сигналов. Это с центромерных участков 2,7. Красных сигналов с гена ХЕР-2,3. Их соотношение позволяет нам высказаться о том, что амплифицирован ли или много ли гена или нет. И будет ли успех в назначении таргетного препарата или нет. Соответственно, если мы видим, что соотношение меньше двух, один и один, ген не амплифицирован. И уровень пролиферативной активности. КИХ-67, мы, как правило, когда мы видим вот такой вот непонятный, да. То есть одно дело, когда его много, другое дело, когда мало. Третье дело, когда вот он какой-то вот такой вот непонятный. Ни много, ни мало. Здесь мы применяем алгоритмы машинного анализа. И там, если приглядеться, 14,9. Я округлила до 15. В заключении пошел такой ответ. Итак, не будет работать. И КИХ-67, 15%. Лиминальный афенотип, который дальше ваш клинический онколог будет назначать терапию, исходя из этого заключения. Маленькая опухоль с одним маленьким метастазом. Прогностически благоприятная группа. Другое. Пример. Биоптат. То же самое. G2, HER2, 0. Сверхэкспрессия негативная. Эстрогенов много. КИХ-67. Прогестеронов тоже много. КИХ-67, 30%. Этой пациентке была назначена дооперационная неодевантная химиотерапия. Что случилось в итоге? Когда опухоль была, была пациентка пролечена и опухоль была удалена. Мы не увидели регресс. Да, то, на что мы рассчитывали. Степень регресса опухоли. Памилярпейн, 2. Это крайне важная констатация. Минимальное расстояние края резекции вне опухоли. 10 акселярных лимфоузлов без метастазов. У Айпи-Т1, Си, 0. Эстрогены. Прошу обратить внимание. Поменяли фенотип. Эстрогены были 5, плюс 3, стали нулём. Прогестероны были 5, плюс 3, стали нулём. КИХ-67 был 30, стал 50. ХЕР-2 был 0, стал двумя коррекциями. Вот эти вещи, именно сопоставление этих вещей и знание информации о том, что было до начала терапии, сопоставление с тем, что стало после, если будет рецидив. Это есть предмет анализа. Сейчас мы накапливаем эти сведения, да, что делать при такой ситуации. И пациенты, и врачи, и хирурги, и онкологи должны нас ставить в известность о том, что было вначале, чем это закончилось. В общем-то, предмет этого интереса и анализа является нашей научной работой. Что касается дальше пациентских организаций и ресурсов. Американское общество, американское онкологическое общество, это очень такая влиятельная, скажем так, уже международная, глобальная организация, сейчас имеет специальную пациентскую вкладку, где они рассказывают о том, что такое не пациентская организация, а онкологическая организация, врачебная. И у них есть перевод на русский язык. То есть, пожалуйста, я специально оставила эти вкладки, да, и адреса, прям в названии слайда, чтобы люди, которые нас смотрят, интересовались, смотрели и выясняли. Есть наша благотворительная организация, например, Адвита, наша питерская благотворительная организация. Там есть также раздел, спецпроекты. Они перевели большую часть НССНовских рекомендаций пациентских для, не врачебных, на которые мы с вами всылаемся постоянно, да, а пациентский раздел, и смотрите, это на самом деле неплохие переводы, я посмотрела каждый. В общем-то, потому что рассуждать о том, что есть словарь патологоанатома, это огромная, большая тема, да. Я думаю, что мы просто, Татьяна Юрьевна, должны с вами сделать специальное, тоже вот, типа НССНовского, возможно, в интернете, да, вот такого ресурса. Потому что за 15 минут рассказать о том, что есть в словаре и что в словаре морфолога, ну, почти нереально. Зато есть вот такое предложение. Благодарю за внимание. Продолжение следует...